Углашаю Елену Пономарёву, как выйти из любой конфликтной ситуации победителя. Здравствуйте всем, меня зовут Елена Пономарёва, я психолог по отношениям, по семейным отношениям в основном. И сегодня я вам решила рассказать одну конкретную схему, как выйти из любой конфликтной ситуации. Будет пять шагов, вы так внимательно меня слушаете, это очень нужно. Итак, будет пять шагов, и для начала я бы хотела, чтобы каждый из вас вспомнил какую-то свою ситуацию в своей жизни. Это неприятная ситуация, которая повторяется регулярно с каким-то человеком. Может быть с любимым человеком, может быть с родственником, может быть с коллегой, неважно. Но эта ситуация периодически имеет место быть в вашей жизни, и она вам не нравится, вы хотели бы от неё избавиться. Если вы сейчас такую вспомните, вы сможете просто более продуктивно наши пять минут провести. Итак, первый шаг. Вам необходимо чётко и понятно сказать о том, что именно вам не нравится. Какие здесь есть нюансы? Во-первых, мы часто почему-то думаем, что наши друзья, родственники, любимые, экстрасенсы и всё сами знают. То есть нам что-то не нравится, и нам кажется, что это естественно, что они это должны знать. Они должны сами меняться, сами исправлять ситуацию. Ничего подобного. Они иногда вообще ничего не знают, поэтому неплохо было бы им об этом сообщить, что вам что-то не нравится. Следующий нюанс. Вот на картинке такие немножечко обозлённые два человека, но вам нужно сказать о том, что вам не нравится без претензий. Это очень важно. То есть если вы скажете, меня бесит, что ты так сделаешь, не ставь кружку на мой стол, я тебя ненавижу. Это не то. Вам нужно сказать немножечко более мягко и выразить именно свою эмоцию, точнее не эмоцию даже, а мысль для начала. То есть мне не нравится это и это. Спокойным тоном. Далее. После того, как вы это сделали, вам нужно сказать о чувствах, которые вы испытываете каждый раз в этой ситуации. Это очень важный пункт, потому что когда вы говорите о чувствах, вы раскрываетесь. С вами больше хочется общаться, больше хочется идти навстречу. Если вы просто сказали, мне не нравится, что ты тут вообще занимаешь моё место, отойди. Да, это одно. Если вы говорите, мне не нравится то-то и то-то, каждый раз в этой ситуации я чувствую себя плохо, некомфортно, раздражённо. Я злюсь, мне неприятно, ещё что-то. Это подкупание. Далее. Третий шаг. Вам нужно описать идеальную картинку вместо того, что есть сейчас. То есть вы говорите, дорогой, дорогая, я бы хотел, чтобы вместо того, что происходит, ты бы делал какие-то действия. Но это не должно звучать так, что человек должен измениться сам по себе. То есть вы ничего не будете делать, вам не нравится ли вообще что-то, а он должен измениться. Нет. Вы должны описать ваши действия тоже. То есть я готов со своей стороны делать так-то, я хочу, чтобы была такая-то картинка. После этого один из самых важных пунктов. Вам нужно сказать о том, что вы готовы дать взамен. Кому-то это покажется очень сложно, потому что что-то я должен что-то давать взамен, когда мне не нравится твое поведение. Изменись, дорогой, и всё, и мы будем счастливы после этого. Нет. Мы не имеем права требовать чего-то от другого человека просто так. Если он, конечно же, вас не оскорбляет, не нарушает ваши личные границы и так далее. То есть вам нужно что-то предложить ему взамен, чтобы он захотел измениться. Наверное, ни для кого не секрет, что люди взрослые не меняются просто так. Они меняются только если очень сильно этого захотят сами. Но никак не по вашей указке. И, наконец, пятый шаг. Вы скажите о возможных санкциях с вашей стороны. Да, такое страшное слово. Санкция. Но это может быть всё, что угодно. То есть, если вы сказали все вот эти вот предыдущие пункты 4, человек вас не слышит, то вы вправе сказать о том, на что вы готовы пойти, чтобы всё-таки добиться желаемого. Этот пункт неуместен, когда вы просто так на пустом месте хотите изменений другого. Ну, вы, наверное, меня поняли. Сейчас вопросы, если что, зададите. И последнее, что я хотела бы сказать. Вы в итоге будете победителем, если вы уверенно высказываете свою позицию. Если вы говорили искренне, если вы добились понимания от вашего партнела по общению. И в итоге решили конфликт с помощью конструктивного диалога, не с помощью агрессии, претензий и так далее. Главное здесь быть услышанным и высказать своё мнение, свою позицию, свои чувства. Я закончу. Так, ну теперь вопросы, пожалуйста. А что делать, когда второму человеку полтора года? Это совсем другая ситуация. Здесь уже действуют вопросы воспитания. Здесь это не прокатит. Но здесь можно тоже попытаться договориться. Разрешивший конфликт обязательно должен чувствовать себя победителем. Победитель это очень растяжимое понятие. У нас в теме было заявлено, как выйти победителем. Поэтому я специально последний слайд сделала, разъясняющий, что есть победитель в данном случае. Вообще победитель, такое стандартное понятие это кто? Это тот, кто прибежал быстрее, прыгнул выше, что-то там сделал лучше и так далее. Здесь немножко в другом смысле. То есть здесь именно когда вы смогли решить то, что вам не нравится, мирным путём, во-первых, да, и путём, который привёл в гармонию общей. Вот так скорее. Тогда вы победитель. Достаточно ли двух для того, чтобы оба чувствовали себя победителями? Достаточно ли двух, не помимо чего? Достаточно ли двух, так сказать, собеседников для того, чтобы оба чувствовали себя победителями именно в гармонии? Я думаю, да. Почему нет? Не совсем поняла вопрос просто, Паша. Расскажите у меня такой вопрос. Допустим, поведение человека не нравится. Ты боишься ему сказать вот это всё, потому что боишься обидеть. Как это можно сказать? Вот, это отличная тема, но я не успею сейчас объяснить. Сейчас попробую. Смотрите, вы боитесь обидеть, тут нужно различать ваши границы, границы другого человека. То есть, если он обижается на то, что вы защищаете только лишь свои права, это его проблема. Будем говорить таким языком. То есть, на это, если он обижается, он манипулирует вами только лишь. Ну, в таком случае, как вызывается это чувство, чтобы тебя не манипулировали? А вот это уже большой вопрос к вам. Почему у вас есть это чувство внутри, что вы обидите? Почему вы боитесь обидеть? Почему вы боитесь обидеть именно этого человека? Откуда этот страх взялся? Тут надо с этим разбираться. Попробуй. Всё, ещё минуты есть. Всё, уже целая минута про обиду, это всё-таки отдельная тема. В принципе, могу сказать, что сосказалось. Давайте последний коротенький вопрос. Есть у кого-то? Есть у кого-то. А вот в данном контексте чем угроза от санкции отличалась? Угроза от санкции. Хороший вопрос. Санкция – это, наверное, то, что обязательно будет приведено в исполнение. А угроза – это просто лишь что-то такое пустое на словах, что может быть, а что-то, а может и нет. То есть, если всё-таки до пятого пункта дошло, хотя могло всё закончиться гораздо раньше, да, при конструктивном диалоге. Если всё-таки дошло, то вы должны исполнить это обязательно, иначе ситуация не разрешится, к сожалению. Спасибо.